К сожалению, как нам сказали, что европейских правозащитников задержали на границе и они даже не попали в Украину. Поэтому наш спикер сегодня Кирилл Шевчук, адвокат, который в прессе нам пояснит ситуацию. Я пришел сюда, чтобы вам сообщить, что вчера произошло. Вчера в Одессу приехали два представителя правозащитных организаций из Европы. Это Мамука Замбулидзе и Крейльман Франко Бенмарина. Прошу прощения, фамилия тяжело выговорить, не наши привычные. Данные лица приехали только с той целью, чтобы пообщаться с сотрудниками СБУ на предмет соблюдения прав задержанных, людей в целом в нашей стране и в частности в нашем регионе. И также по возможности получить доступ к следственным изоляторам, чтобы пообщаться непосредственно с задержанными, выяснить их мнение касательно того, как соблюдаются права задержанных, есть ли нарушения, либо нет. Прилетев вчера в Одессу, им было отказано в пересечении территории Украины, они были вынуждены вернуться. Меня попросили сопровождать их, потому что это граждане иностранные, и им здесь не все известно, где находится СБУ. Этот Мамука Замбулидзе, они прислали мне письмо и попросили сопроводить им, оказать помощь консультационного. То есть вы представляете интересы Мамуки и второго? И второго, да. Я представляю их интересы исключительно как консультант сопроводить их по городу Одессы, чтобы они не искали, где находится СБУ, СИЗО и прочее. Я должен был с ними встретиться, я думаю, что при встрече они бы мне смогли показать документы, я не думаю, что агенты ФСБ будут рваться в СБУ. К тому же, я думаю, СБУ сами проверили бы и установили. Можете все-таки понять, что с ними произошло? Им отказали в доступе на территорию Украины, как сообщили мне, за всеми вопросами обращаться письменно по адресу город Киев, Варшавская, 26. То есть они не пришли сегодня на пресс-конференцию, почему? Потому что они выдворены из страны, либо что? Где они вообще находятся? Ну, их не пропустил паспорт. Я созвонился с сотрудниками СБУ, с кем они планировали встретиться. Сотрудник СБУ сказал, что он не будет разговаривать, это не в его компетенции, обращайтесь к руководству. И, собственно говоря, на этом была беседа с ним закончена, с сотрудником СБУ. Дальше, собственно говоря, как и вам, стало известно, что данные лица не смогли пересечь государственную границу Украины и покинули территорию Украины. Данная проблема заключается в том, что правозащитникам, и это, в принципе, не единичный факт, запрещают въезжать на территорию Украины. Сегодня люди едут, чтобы разобраться, как происходят, обстоят дела с защитой. Уважаемый Кирилл, есть правила въезда и пресечения границы Украины. Для этого нужно иметь визу. Хорошо, объясните. Как сегодня представители Евросоюза въезжают в Одессу? Что они для этого нужны? У них должна быть виза или нет? Конечно. На сегодня им виза, как такова, не нужна для пресечения Украины. Почему? Коллеги, на ваши вопросы ответили? Сказать, что сегодня дисконференция, собственно, закончилась. В завершении хочу изумирать, что, в принципе, ситуация по... Тот повод, по которому мы собрались, он достаточно серьезный. Он, на самом деле, не требует того, чтобы над ним ерничали или издевались. Или просто там глупо похихикивали, кто-то вообще в этой ситуации... То есть здесь нет повода для иронии. Это на самом деле так. Никто из нас, коллеги, я думаю, с этим... И я думаю, что коллеги... Я думаю, коллеги с этим согласятся, что каждый из нас сегодня, из журналистов, не застрахован от того, чтобы оказаться обвиненным в чем-либо. Но у нас такая работа. И поэтому очень важно, я сейчас говорю только о журналистах, очень важно, чтобы и мы со своей стороны соблюдали все нормы, которые приписаны нам законодательством. Точно это же самое касается и любых общественников, любой страны. Когда кто-то пытается нам помогать, то он должен либо делать это профессионально, либо не нужно нагнетать обстановку там, где ему нужно нагнетать. Если кто-то имеет что сказать в помощь тому, чтобы права журналистов, которые сейчас находятся под следствием, были защищены, то пусть они это делают профессионально. Мы будем только за. И я думаю, что каждый разумный, адекватный человек, он в принципе за то, чтобы закон нашей страны соблюдался. Мы уже устали сами от того, что нас обвиняют в каком-то там, в анархии, в бесправии и прочем. Мы за то, чтобы у нас в стране произошли изменения, и для того, чтобы мы начали все жить по закону.